правило номер один наполняйтесь правило номер два очень аккуратные отношения надо понять что такое вообще отношения между мужем и женой это не навязчивые мягкие отношения своей судьбе нельзя угрожать нельзя грубить с ней нельзя требовать от нее ничего потому что это будет только хуже вы заметили допустим что близкому человеку ничего нельзя сказать чтобы он что-то поменял свою жизнь так действует судьба ты можешь говорить кому угодно все будут слушать вот я допустим могу кому угодно говорить как правильно жить кроме своей жены причем моя жена замужество тоже слушала мои лекции но когда она вышла замуж она потом если что-то и говорю как бы на правах как вектора она мне говорит лекции читать будешь своим слушателем все поменялось в жизни я-то рассчитывал на другое и с другой стороны если что-то я не так делаю то она подходит говорит лекция такая-то минута такая-то послушай сам читал все круто не подкопаешься и это не значит что невозможно влиять на близкого человека влияние имеет другую природу любовь не может двигаться в отношениях жесткости строгости правила и принципов она разрушается в этих отношениях любовь движется в отношениях непритязательности доброты аккуратности если хочешь наказывать не разговаривай с близким человеком держись чуть подальше показывай что любовь как бы не будет двигаться так той ситуации когда ты ведешь себя вот так и любовь это самое главное наказание если ты даешь возможность любви двигаться заботишься человеке служишь ему если он не ведет себя правильно чуть-чуть как бы отстраниться не означает наплевать на человека означает чуть меньше близких отношений и все и сразу же человек начинает чесать репу думать чё же такое если вы не понимаете этого и пытаетесь убедить своего близкого человека силой заставлять его что-то ничего не получится он наоборот будет делать все наоборот потому что в сердце возникает протест близкого человека невозможно воспитывать с помощью кунта только с помощью добрых слов мужчина женщине надо вот мужчины женщину можно воспитывать только так надо сначала проглотить то что она вытворяет принять это успокоиться это первая стадия потом вторая стадия по-доброму ненавязчиво в шутку ей говорить об этом и она немедленно услышит ваши слова потому что у женщины когда я нежно нежно ласково женщине что-то говорит она сразу же понимает о чем речь она не дура мне сердце очень четко на отношении заточено очень чутко женщина сердце она сразу поймёт что ты хочешь она будет склонна к этому потому что она оценит доброту женщина сильно оценивает доброту но это не значит что она сразу начнет делать то что ты говоришь потому что у женщины есть свои желания и свои желания перепороть очень трудно допустим я своей жене говорю слушай ты болеешь ну не так не говорю я я как бы знаю что она болеет из-за того что недостаточно двигается недостаточно ходит бегает я знаю из того что поздно встает спасти я знаю но говорить это это еще хуже сделать понимаете потому что она сразу начнет артача ну сам бегаю за старая читать меня хочешь все будет такой ответ почему потому что больно слышит от близкого человека вот всякие назидания там и так далее и она сама чувствует что она не может ей тяжело она же женщина тело ленивое расслабленное но для чего же отскокировано для счастья а какое счастье рано вставать никакого счастья этого хочется лежать я правильно все говорю вот тело вот такое ленивое расслабленное и никакого счастья рано вставать это болезни и спрашивают ленивое тело или нет поэтому женщины очень болезненные по натуре потому что тело ленивое это единственная причина почему женщины болезненные почему постоянно болезнь есть даже анекдот женщина из три стадии заболевания первая стадия больна вторая стадия очень больная третья стадия вдовая муж сдох она все больно ну то есть если женщина больна кто будет от этого кому будет хуже кому будет хуже может потому что он во всем виноват я с ним живу итак что же шо же рубить как я бы сказал допустим в киеве рубить что же рубить вот надо поднять шо же рубить то есть надо понять принцип принцип заключается в том что близкий человек начнет делать как надо только когда он поймет а для этого нужно время и добрые отношения и так я перестал нажимать на жену как бы принял все что и счастливо живу с ней с больной и замученным нужно говорить бесполезно вот я радуюсь и всегда счастлив и приходит время и она мне говорит что то я болею постоянно болею и уже таблетки не помогают от простуды то есть простуды болеет потому что можно встает и мало двигается иммунитет сразу улетел как я ответил наконец-то ты спросила наставать там нет я так не ответил потому что любовь не движется в таком как такой энергии понимаете я посмотрел на нее и говорю но я не знаю как насчет тебя но у меня простуды возникают потому что я поздно встаю и мало двигаюсь это насчет меня а как у тебя я не знаю надо подумать и больше ничего не сказал она начала думать потом подошла ко мне говорит а ты можешь мне помочь вставать пораньше я конечно могу и на следующий день я подошел такой радостный и счастливый что типа мои страдания закончились сейчас жена будет раньше вставать я подошел уже пора вставать так по-доброму и она дорогой бог перевернулась и спит дальше я еще раз уже пора вставать она такая смотрит ну че ты давишь приехали короче сама просила меня передали ну хорошо я принялся проглотил перебарил простил вот и больше как бы не трогаю она кучу меня не будешь через пять дней опять заболела я так я приходил надо какие-то другие методы искать я начал искать методы короче несколько методов нашел один из них вам рассказывал сажусь рядом с ней и сижу просто ничего не говорю жду пока начнет шевелиться начала шевелиться говорю как птицы на улице поют хорошо сейчас пойду на улицу и встаю иду на улицу короче проходит пять минут прибегаю те птицы поют женщина нужна любовь если она чувствует энергию любви она сразу не появляется волевой импульс поэтому женщина если вы сами себя хотите поднять если как бы муж так себя вести мой не будет вот тогда включайте будильник очень красивую светлую мелодию и она вас поднимет то есть женщине нужна энергия любви когда женщина чувствует любовь тогда она сразу же испытывает счастье и тут же мне пробуждается волевой импульс то есть у женщин волевой импульс пробуждается с помощью любви поэтому женщины должны если она женщина хочет развиваться как личность она должна чем заниматься творчеством каким-то петь плясать что-то вязать там что-то делать такое что дает красоту и любовь и сразу не активизируются силы ей хочется жить раньше вставать понимаете то есть из-за творческой деятельности женщины появляется возможность иметь силу воли сила воли и наоборот женщина себя заставила встала пораньше допустим на следующий день и противно даже об этом думать че ты себя мучаю то есть женская психика она не создана в насилие над собой